Сегодня мы открываем наш первый, по сути, в Украине, вербовальный центр. Что до приема наших граждан на контрактную службу Узбройной силы. Вербовальный центр открывается на базе Рейско-Морских сил командования беспосредственно. Хотел бы ознакомиться, что на действенный час нам не совсем задовольняет система приема на контракт, отбору и оформленных документов. Самое сложное, что для тех, кто принял решение стати военнослужащим контрактом, питание с оформлением документов, питание с визначением, где он будет проходить службу, в каких посадках, в каких частях. На действенный час, используются из этих вопросов військоматы, они предполагают по их на собственных войсках. И в військоматах, где сами не могут дать полностью всю картинку, что касается военнослужащих военнослужащих сил, потому что там нет представителей наших. У нас працювали из этого направления рабочие группы. И рабочие группы дают возможность показать, где и как можно себя реализовать на службе военнослужащих военнослужащих сил. Тут в вербовольном центре будет надаваться всякая помощь. Тим гражданам наших, которые приняли решение вступить на службу военнослужащих сил, и оформления документов, повторюсь, визначение, где и в какой роли он будет служить военнослужащих военнослужащих сил. Итак, мы сегодня такой центр открываем. В перспективе у нас открытие такого вербовольного центра и в Миколаеве. И этот доступ, который мы набудем, мы в течение работы этих вербовольных центров, мы, безусловно, будем втягивать в жизнь наших военнослужащих частин. Я надеюсь, что это будет очень позитивный опыт, потому что мы много чего для организации самоработы этого центра взяли от наших захитных коллег, которые имеют, я беспредельно скажу, столичный, столичный опыт проведения найма на контракт и контрактные службы. У нас перспектива наша выключена только служба за контрактом. Это будет основа военнослужащих сил и военнослужащих сил. Спасибо за внимание, которые будут заходы. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Контрадмирал Тарасов Андрей Андреевич, первый заступник командующего военнослужащих сил. Андрей Андреевич, можете тезисно, в чем все-таки украшение, может, процедуры для... Людина приходит, людина, яка не стыкалась с службой, або мае досыть невеликой досыть службы, вона хочет себе реализовывать військовую службу, в общем, хочет реализовывать військово-морских сил. Тут ему будет надана вся информация, какие посады, где он хочет служить, где он может реализовывать себя. Потому что у нас на стуку, например, морская пехота, середачно все. Ну, так, туристичные граждане, которые знают. Тут можно реализовать ее, например, водолазам, например, борьба с подводными диверсантами, инженерные заводы. То есть, тут очень много спектра и очень интересных профессий, которые можно показать себе и которые будут подобными. Это первое. Другое, возможность дать всякую помощь в форме документов. Подсказать, дать изразки, в том числе оформить, направить в нужное русло, соответственно. То есть, сопровождение для того, чтобы в этот комплект документов человек не ходил, не собирал где-то на один из всех наших бюрократических систем, а, соответственно, мало возможностей поддержки и уже с этим документом, уже полным комплектом заходило в вольнкомат. И это остановка шла на конкретную посадку в исходе числа. Может, для примера, по сравнению с обычным вольнкоматом, процедура сколько времени отнимает вольнкомат здесь? На действенный час я так сказать не могу, потому что цель только выскрывается. Мы надеемся, что значительно проспориться на это. Но главное, что вольнкомат у него очень много общих работ. И он обслуживает не только все Збройные силы, практически. Тут мы вытягиваем это сформировано для нашего вида Збройных сил. Поэтому работа здесь будет для самого гражданина, который прошел служить, по новой службе, значительно простейся работ в форме этих документов. И он может четко отримать те вопросы, на которые он будет безумовно задать условия службы, где служить и каким образом. В войнкоматах таких четких вопросов дать невозможно, потому что там, повторюсь, это далекий общих кораблей, великий общих людей, которые идут, и маленький общих, по сути, информации по конкретной питанию службы. Загальную информацию они, конечно, дают, но конкретную по войскому частину не жоден в войскомат тогда-то не может. Скажите, пожалуйста, военные капитаны могут отчитать браком людей на корабле? Это относится к обвивательному центру? Ну, вообще просто. Есть такая функция? Ну, таких нет, но возможности, как представник государства, для каких там актов, все же таки юридичных правов, таких в Гувае, то, скажем так, оформить народную дитину. Это он может. А, например, укладывать шлюб, я думаю, люди могут потерпеть там пару месяцев везде в ход. Такие наградные потребуют. Я так понимаю, в работе в Верпугольном центре є такая частина агитаційная, так? Чим саме ви агитуете? Ваши аргументы, чому саме в ВМС и сколько вам потребно людей, и в людях, в которых профессии вы зацікавлены? Дякую, очень интересное задание. Я хочу сказать, что ВМС – это особенный вид ВМС, который имеет в себе родные войска, которые полностью направляют, как и сухопутные войска, и поветряные силы, и, безусловно, ВМС. То есть вся специфика наших взбройных сил в нас концентрована в ВМС. ВМС дают возможность в том числе и побачить свит, например, если служить на, безусловно, кораблях. Это разнообразный спектр профессии, начиная от, я уже повторяю, водолаза, водей. Это связано с авиацией морской и пешково-рятувальной, обеспеченность на море, очень перспективный направление деятельности. Мы даем возможность человеку, молодому хлопцу реализовать себя и показать свою возможность, отримать задовольное віджиття. Реально. Кроме того, у нас много людей принимает участь в боевых действиях на сходе нашей державы. Поэтому это тоже возможность полностью себя реализовать в защите нашей державы. Вот таким чином. А какие требования от кандидатов? То есть у него должно быть еще какое-то базовое образование? Какое, допустимое, какое нет? Возраст. Я, капитан 1-го ранения Шевченко, Александр Андреевич, начальник управления персоналу штабу командования военно-спекциума. На сегодняшний день вимоги, соответствующие для всех кандидатов, однако, для тех, кто принимают военно-силы Украины. Это соответствующая норма психологического теста, что они проходят. Также соответствующая здоровье для проходения службы в тех или иных військах. Для службы на надводных кораблях, для службы на подразделах морской пехоти, для службы на подразделах забезпечения. Вони отличаются. Это зависит от того, на какую часть військовой службы будет идти. То есть вимоги. И также физический состояние, и соответствующие желание проходить мотивирование военно-спекциума. И так далее. Все это означает в период, когда проходят военно-спекциумы в военно-спекциуме, або в учебном центре. Также наш виробный центр будет проводить предыдущие, скажем так, вивчение военно-спекциума. Это в том, что проведение предыдущих психологических тестов. Сегодня мы уже несколько человек провели психологическое обследование. Уже выдали им соответствующие рекомендации для продолжения службы в тих или иных педагогах. Скажите, ребята, когда прошли тести, когда будет распределение, что их дальше ждет? Те, кто прошли тести, мы надеем им все-таки допомогу, чтобы оформление документов. Как скорее, чтобы они после этого получили письмовую сгоду в ту или иную військовую часть. И с этой письмовой сгодой, с пакетом документов, прибули до військового комиссариата, до их, оформили их прием на військовую сгодку документов. Скажите, пожалуйста, что касается школ подготовки контрактников. Есть ли, удовлетворяет ли существующие в этом объеме, которые есть, или нужно еще увеличивать количество? Школы подготовки – это навчальные центры, и они на действенный час имеют полный спектр тех специальностей, которые есть в Сбройных силах, в загаде. И они здесь не прибыли подготовку. На действенный час обсяг этих центров полностью влаштовывают на сверхпрофессионный арт. Пытание есть, что до нарушения их вспоможности, это навчальная материальная база и залучение ответственных инструкторов, которые имеют реальные доступы в потечении специальности. И это действительно находится на увазе у начальника генерального штаба. Он очень сильно отсутствует то, что и начальник центра, и, соответственно, завдания поставлены в его направлении. И тут идет очень интенсивный рыв вперед. Если сравнивать, что было в прошлый год, то сейчас это, по сути, небо и земля. Работы много предстоит, но уже та система, которая закладана, полностью у нас поштует. И требует остановить. А что касается специальностей, которые касаются именно флота водолазы? У нас есть учительный церковь, это начальник центра военно-морских сил. Он имеет определенные возможности, что касается специальности, подготовки особенностей военно-морских сил. Водолазы у нас находятся на базе национальной морской академии в Одессе. Там находится институт военно-морской. Наш институт и национальной базе проводится подготовка водолазы. Вот впервые надо это покращение квалификации. Что касается денежного водолаза, на какой объем могут рассчитывать контрактники? Минимальное грошевое отримание листов флотов на следующий день по первому контракту листов флотов свадает с 7 до 8 тысяч гривен. В зависимости от тех посадок, на которые приходят, и соответствующих высловок руководства. То есть минимальный контракт – это 7 тысяч, там, 200 гривен. И, соответственно, если уже служил на сержантских посадках, там, больше 8 тысяч. Также есть возможность, мы также запрошиваем на посады офицерского склада, офицеров запаса, або тех, кто имеет высшую осветку, за то, чтобы они могли тестироваться, получать первое военно-восвязание, и прийти на посаду. Минимальные офицерские посадки не складывают по первому контракту, которые ранее не служили, не имеющие вислуги руками. Это десь от 9 до 12 тысяч гривен и больше. То есть також військослужбовцы за контрактом, которые приходят до нас на службу, те, кто имеет высшую осветку, в дальнейшем могут быть рассмотрены на офицерские посадки и присвоены первое военно-восвязание молодежи Руссена. Також мы всех запрошиваем. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, очень приятно, такие вопросы, самые важные. Ну, сегодня я хочу, думаю, у нас запрошено. Спасибо. Доброе утро. У нас проходила соответствующая подготовка с США. У нас, кстати, мы армели. Поїхи представники прибули до нас и проводили нам таки навчання, брифінг, щодо роботи вербувальника. Это полностью передали нам теоретичные знания и практичный опыт, как работать вербувальникам с той или иной аудиторией. Это было очень интересное навчание, и вот оно нас понукало на создание такого вербувального центра. То есть это именно у них. У них очень серьезное, это катание, потому что они на сегодняшний день именно отбирают на військовослужбовый контракт. Мы сегодня все-таки вкладываем в таких мотивах, что мы чуть-чуть десь какие-то критерии выпускаем, потому что нам требует сегодня чуть-чуть большую культуру. Но они сейчас работают в плане того, что они отбирают. Они, например, работают, вивчают там 500 человек, спилкуются там, вернее, они разглядывают стол, спилкуются с двума, а берут только одного. Это вопрос, которое на сегодняшний день станет актуально для нас. Поэтому вербувальный пункт, как раз будет тот пункт, который вербувальный центр, который как раз вивчит людей, правильно им направлено на ту или иную посаду, рекомендую, чтобы им подальше, не было лучше установление на посаде. И они попали именно в те войска, где они желают, и по их специфике, по их готовке, они будут отвечать действительно службе и варьбе. Скажите, а как будет организовано взаимодействие с военкоматами? У них уже есть определенная база, я так понимаю, людей, которые хотят. Или есть мы співпрацюем, на сегодняшний день наши представники працуют. Вот сейчас у нас сегодняшнего дня убили черговый раз на месяц представники від Військово-морских сил, 24 військовослужбовця убили в 10 областей Украины. И вот они сейчас будут працювать там на местах, и мы с ними организуем взаимодействие с соответствующими структурными грозами областных, районных Військово-комиссариатами по всей Украине. И вся информация в 205 судах в Верховный центр, все, что касается, кого они там выбрали, и мы будем брать их на сопровождение и сопровождать их до того момента, пока они накладывают в Військово-морских сил. То есть система комплектирования сегодня такая, что в Військово-службовцы приходят в Військово-комиссариат и из Військово-комиссариата вбывают в тихо-иншо-иншо-навчальние центры, а потом уже попадают в Військово-часты. Поэтому как раз вот эта допомога их сопровождают, потому что, мы говорим уже, что все-таки Військомати больше ориентированы на свободные силы. А это будет допомога им, чтобы они действительно попали в Військово-морских сил. А какие функции, кроме допомоги, будут еще выполнять? Функции – это рекламирование Військово-службы, то есть мы все-таки зараз будем залучаться, как вот даже сегодняшний день, это уже сегодня реклама, что приходите на Військово-службу за контракт на Військово-морских сил. И еще вопрос – это в соцсетях, мы зараз будем працювать, это очень интенсивная группа будет працювать с выставкой своей информацией. Также будет працювать в центрах занятости, то есть там. Мы будем працювать на целевой аудитории, которая действительно может быть тем, кому потребуется праця, скажем так. И мы им рекомендуем, мы будем працювать с этим. То есть центр будет именно целевой працювать там, где есть наша аудитория, где есть наш лекар. А почему перевага само службы на флоте? Ну, в первую очередь, перевага на флоте, мы уже говорили про это, что это больше спектр, перспектив себя как самореализовать. Флот – это престижный. Флот – это очень много, как вы видите, вчера, в субботу, только заканчивается учение Сибрид-2016, это массивная сотрудничество, международная сотрудничество. Можность учения за кордоном, как добывание, как мовная подготовка, так и подготовка по специальности. На сегодняшний день курсанты нашей военно-морского факультета навчаются в Италии, это человек. Можливо, очень много проходят подготовку за кордоном, в качестве набора тот или иной уровень подготовки. Также обучают мову. И военно-морские силы в этом очень поддравляют много внимания, и вы знаете, что мы как раз в этом и идем впереди и других видов военно-морских сил. Поэтому мы пропадуем. И велика кількость будет у нас появляться новенькие корабли, мы будем ходить в большее походы, это международная співпрация, побывать, и побачить свят. Вот зараз у нас проводится нарада касательно курсантского похода. Курсанты підуть по Черному морю, по Середземному морю, курсанты будут завходить в очень много мест всей страны, Европы и все другие. То есть возможность побачить свят и себя покатать. Спасибо большое.